Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске достопримечательности Западной Армении – ущелье Киседжик в Киликии. Армения и Арцах едины в борьбе за права арцахских армян и международное признание родины – МИД Республики Армения. В водопаде Тортум в Карине не осталось ни капли воды. Под надгробием храма Иисуса в Израиле нашли древнеармянские надписи, письменность Маштоца, благодаря которому армяне остаются армянами. Миллионы лет назад Себастья выглядела, как африканская саванна, чего требуют жители Арцаха, которые остались без дома. Ущелье Киседжик расположено в провинции Мирсим в Западной Армении, в Киликии. По словам местных жителей, его называют «скрытым раем». Дорогие соотечественники поколения армян, депортированных из Западной Армении, если вы ищете приключения, вы можете посетить ущелье Киседжик, где у вас будет возможность искупаться в прохладных водах ущелья, путешествовать между двумя горами и наслаждаться красотой природы. Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по случаю дня возрождения Арцаха. 20 февраля 1988 года Совет депутатов Арцахской автономной области принял историческое решение бороться мирным средством за реализацию права на самоопределение и положить конец многолетней политики этнической дискриминации в отношении армян Арцаха. Спустя 34 года после этих событий, несмотря на чудовищные массовые убийства и этнические чистки, осуществленные Азербайджанской ССР и две кровопролитые арцахские войны, Армения и Арцах продолжают объединяться в справедливой борьбе за реализацию национальных чаяний, государственности, суверенитета, прав арцахских армян и родины, говорится в сообщении. В водопаде Тортум Западной Армении, которая считается самым высоким водопадом в Азии и в Европе, не осталось воды. Водопад, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь упускается из виду. Ежегодно его посещают в среднем 10 тысяч туристов. Водопад Тортум образовался в середине 1070-х годов, а сегодня гора около села Балакали из-за оползня закрыла водопад, высота которого была 48 метров, а ширина – 22 метра. Надгробие, найденное под католической церковью, содержало древнеармянскую надпись. Армянское присутствие в Израиле даже предшествовало христианству, а во время правления Тиграна Великого оно даже было частью Армянской империи. В своей книге доктор Майкл Стоун, заведующий кафедрой армяноведения Еврейского университета в Иерусалиме, опубликовал свои выводы об армянских хрониках. Стоун работал в Синяйской пустыне в 1970-х и в начале 1980-х годов, где были найдены древние армянские письмена. Стоун является автором 40 книг и более 400 статей, многие из которых посвящены армянской тематике. В своем интервью ученый рассказал о своей деятельности и открытиях в области армяноведения. Статья полностью доступна на нашем сайте. Если язык держит нацию на плаву, то письменность держит этот язык. И это произошло в начале V века. И была радость в княжеском городе Вагаршапате в Западной Армении. Раздались крики в честь великого Маштоца, открывшего глаза в селении Хацекат в Тароне. А потом должны были открываться школы, а Библия должна была быть переведена на армянский язык. Первое предложение на армянском языке – знать мудрость и наставление, знать слово гения – должно было быть воспринято как заповедь и стать идеей, направляющей исторический ход нации. Результатом этой мысли стал праздник Таркман-чатсот – Золотой век нашей литературы с ее историками Хоренатси, Бюзант, Яхише, Корюн и другие. Окаменелости миллионов лет выставлены в Музее естественной истории Себастья в Западной Армении. Самым впечатляющим экспонатом выставки является окаменелость из слоновой кости возрастом около 9 миллионов лет. Основываясь на костях, ученые предполагают, что Себастья когда-то была похожа на африканскую саванну, населенную жирафами и слонами. Народ Арцаха, оставшийся без крова в результате 44-дневной войны, вчера провел очередную акцию протеста. Жители Гадруда и Шуши сначала вышли на площадь республики, затем прошли маршем к зданию МИД. Эти люди настолько отчаянны, что уже не требуют своего дома и потерянной родины, как раньше, а просят у правительства статус беженца. Статус беженца должен быть предоставлен для того, чтобы жители Гадруда показали миру, что да, такой инцидент произошел и наши территории были оккупированы властями Азербайджана. Дело не в том, что мы не вернемся в Арцах, должен быть решен статус в Арцах, а также вопрос безопасности, чтобы нам не пришлось в третий раз покидать свои дома, заявил протестующий. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.